Очень много разговоров сейчас по поводу деоккупации Крыма. Называются разные сроки. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то в конце весны, кто-то летом. Как думаете, как будет происходить этот процесс? Будет ли он таким, как в Херсоне, когда они просто отступили и оставили территорию, или будут уличные бои? И что будет с россиянами в Крыму после деоккупации полуострова? Я думаю, что я из эфира в эфир, Василий, у вас в эфире говорю о том, что россиянам, гражданам России, которые оказались в Крыму после 2014 года, непонятно как, в обход украинской границы и таможни, вам надо срочно сваливать, потому что украинская армия зайдет в Крым. Вас вышвырнут как котят вместе с вашими манатками. Ваша недвижимость, которую вы непонятно как приобретали в обход украинских нотариусов, не будет вам принадлежать. Поэтому благодарите меня за бесплатный совет. Избавляйтесь от недвижимости, убегайте в Россию. Кстати говоря, по Крыму уже наносятся удары в последнее время инопланетными силами, космическими кораблями. И мы наблюдаем уже очереди на Крымском мосту в сторону России. То есть наиболее благоразумные россиянушки уже покидают Крым. Что я думаю? Я думаю, что украинская армия скоро окажется в Мелитополе. Мелитополь это чудесное место и знаменит оно не только своей прекрасной черешней, лучшей кстати в Украине, мелитопольской черешней. Слюнки потекли. Вот такая крупная, вкусная. Знаменитое это место тем, что оно открывает идеальную дорогу на Крым. И когда мы окажемся в Мелитополе, мы будем долбить по Крыму, потому что уже сам Бог велел и расстояние подходящее, и все вообще как на ладони. Долбить по Крыму будем очень сильно. Сейчас долбим, а будем долбить сутройной, судесятеренной силой. Это не будет касаться, повторяю, мирных жителей. Это будет касаться военных баз, скоплений техники и живой силы противника. Поэтому, поскольку мне кажется, что скоро украинская армия окажется в Мелитополе, мне почему-то так кажется, то события по Крыму будут развиваться скоро стремительно. Больше я ничего не скажу. Если есть мозги, думайте. Нет мозгов, туда вам и дорога. Больше 20 тысяч зрителей онлайн смотрят нас сейчас на двух каналах в гостях у Гордона и на канале Голованов. Пожалуйста, подпишитесь. Это важно. Вы таким образом поддерживаете нашу информационную борьбу за правду, за Украину, за нашу победу. Подпишитесь. Вам это ничего не стоит. Это занимает 5 секунд времени, а для нас это важно, поскольку таким образом мы сможем максимально широко рассказывать и доносить правдивую информацию. Дмитрий, хочу задать вопрос относительно Михаила Саакашвили. Наверняка вы видели. Опубликовали видео. Я вот сделал несколько скриншотов. Вот Михаил в кровати. Вот мы на ходунках. Видите, ему уже тяжело ходить самостоятельно. Просто больно смотреть. Василий, лучше бы я это не видел. Они его убивают. Вся эта прошмандовочная власть Грузии во главе с Иванишвили, кремлевским агентом, человеком, который являлся другом и является другом Путина, имел с ним общий бизнес, Газпромовский. Вся эта власть пытается Михаила Саакашвили убить на глазах у всего мира. Гражданина Украины Михаила Саакашвили, я хочу сказать. Поэтому жизнь Михаила Саакашвили сегодня зависит от слаженных действий ЗСУ. Чем быстрее мы положим на лопатки это фашистское недогосударство, тем быстрее все узники совести в разных странах, сопредельных с Россией, выйдут на свободу. И Михаил Саакашвили будет первым. Мы пойдем к следующей теме. Wall Street Journal пишет. В начале полномасштабной войны в Украине Владимир Путин приказал чеченскому лидеру Рамзану Кадырову занять правительственные кварталы в Киеве и убить украинского президента Зеленского, утверждают представители украинской разведки и службы безопасности. Убить, не взять в плен, не задержать, а именно нейтрализовать, уничтожить. Что это личная ненависть какая-то? Wall Street Journal очень авторитетное издание. Не проверив информацию, они давать ее не будут. Поэтому у меня нет никаких оснований не верить в Wall Street Journal. То, что Путин мог отдать такой приказ, в этом нет у меня никаких сомнений. Путин это убийца. Это человек, для которого человеческая жизнь не значит ничего. Если человек мог взрывать дома свои со своими гражданами в Москве, в Волгодонске, а это все доказано уже неоднократно. Ну, я вам скажу, а какие проблемы убить президента Зеленского, для него отдать такой приказ? Да никаких проблем, вообще никаких. Поэтому, безусловно, я в эту информацию верю. Вот, звонят благодарные зрители. Я в эту информацию верю. И я считаю, что план был предельно прост. Мне так кажется. За 2-3 дня занять Киев, войти в правительственный квартал. Зеленскому, наверное, предложить, ну, Запад и предлагал им эвакуироваться. Значит, если бы отказался эвакуироваться, ликвидировать и все. Я уверен, что это имело место быть. Такой приказ. Следующая информация. США рассматривают возможность расширения своей военной поддержки Украины из-за опасений Киева о новой попытке России захватить столицу уже в январе. В дополнение к окончательной доработке планов по отправке систем противоракетной обороны Патриот, администрация Байдена также рассматривает возможность отправки и других вооружений. Об этом пишет политика, ссылаясь на слова шести человек, знакомых с дискуссиями. Речь может идти в частности о комплектах боеприпасов для прямого наведения, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в умные бомбы, а также о наземных бомбах малого диаметра, которые значительно увеличат дальность ударов. Помощь со стороны Америки, НАТО в формате международной помощи представителей Минобороны всех стран. Это очень важно. Что ждать нам в следующем году, в частности Патриот и Атакамсы? Я рассуждаю вслух. Я благодарен Соединенным Штатам Америки за неоценимую помощь. Соединенные Штаты Америки спасли Украину. Я настаиваю на этой формулировке. Соединенные Штаты Америки спасли Украину. В самые трудные минуты, часы и дни украинской государственности. Почему я об этом так говорю? Потому что у нас потрясающая армия. Потрясающая. Но нам уже нечем было боевать. Соединенные Штаты дали оружие. Дали финансы. Приняли рекордный вообще бюджет помощи Украине на следующий год. И это всегда нужно помнить. Каждому украинцу нужно помнить, кто его спас. Как нужно помнить Великобританию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию. Другие страны, которые нам пришли на помощь. Я продолжаю рассуждать дальше. Соединенные Штаты имеют оружие, которого и близко нет в России. И если бы Соединенные Штаты Америки дали бы нам танки, гаубицы, снаряды для хаймарсов, бьющие на 600 километров, еще хаймарсы, а также патриоты, систему противовоздушной обороны и самолеты F-16, война закончилась бы максимум за месяц. Разгромной для России победой Украины. Максимум месяц. Почему Соединенные Штаты не дают нам это оружие? На сегодняшний день, подчеркну я, потому что Соединенные Штаты, как любая страна, озабочены проблемами своей национальной безопасности. И любой руководитель Соединенных Штатов, и президент, и министр обороны, он думает, если я совершу такой поступок, сделаю такой ход, что предпримут русские, не сбросят ли они на страну мою, на Соединенные Штаты, ядерное оружие, например. Это, видимо, отчасти пугает американцев. На сегодняшний день они не дают этого вооружения. Но у меня есть ощущение, что к нам скоро придет Патриот, ПВО. Кстати, на российском телевидении истерика из-за этого. Они кричат, что если американцы дадут Патриот, нам конец. Они говорят. Потому что у нас не будет рычагов, как давить украинцев. Сейчас мы их давим ракетами, а если Патриот будет сбивать ракеты, то что мы с ними сможем сделать в принципе? И они говорят, я сам слышал на российском телевидении, что передача американцами систем Патриот Украине перевернет ход войны и заставит Россию капитулировать. Так это только Патриот. А вы представляете ракеты Атакамс, дальность 600 километров? Мы видим, как в приграничных городах с Украиной, то в Белгороде сегодня, кстати, то в Курске перед этим, в Брянске, взрываются склады, нефтехранилища, военные базы. Конечно, это делают инопланетяне. Они пришли к нам на помощь тоже, и мы благодарны инопланетянам за эту помощь. Но если бы благодаря инопланетянам мы били бы по этой сволочи ракетами 600 километров дальности, мы бы хорошенько пошерстили по их тылам, по военным базам. Я же не призываю, я же бить по мирным жителям. Мы не такие скоты, как эти российские фашисты. Я призываю бить по складам с вооружениями, военным базам, скоплением живой силы и техники. Конечно, разбомбили все к ядрении Бифене. Только ракетка полетела на украинскую территорию одна, а мы им 10, атакамсов. И что дальше, что под люки. Вот, поэтому было здорово, чтобы наши американские друзья дали нам это оружие, но у меня есть ощущение, что еще немножко и наши американские друзья будут нам давать. Сначала одно, потом другое, потом третье. Потому что 5-6 месяцев назад представить себе, что США дадут столько оружия, столько денег в Украине, было невозможно даже тем, кто этого искренне хотел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова